Латвия, Туркмения, Татарстан, Московская область, город Иваново, Ульяновск. Праздник ансамбля и хоровой музыки собрал на сцене ДК «Салют» более 15 коллективов. В Чебоксарах состоялся первый международный детско-юношеский фестиваль «Соловушки-2019». С творческими коллективами ознакомилась Наталья Мальчикова. Петь любят все, от мала до велика. Возраст никак не влияет на мастерство. Удивительно, что любительские коллективы выступают наравне с профессиональными. Гурбаньяс Мухамов учится на медицинском, но поет с детства. Я приехал из Туркменистана. В фестиваль «Соловушка» я приехал, чтобы показать свою культуру, свой национальный костюм. Мне очень понравилось. Народ очень гослюбит, дружит. Зарождался фестиваль в умах педагогов Чебоксарской детско-юношеской музыкальной школы номер 5 имени Филиппа Лукина. В 2007 году впервые «Соловушки» вышли на сцену. В составе тогда были творческие коллективы Чувашской республики. В этом году фестиваль вокально-хорового жанра приобрел статус международного. Мы начинаем расширять границы, расширять и общаться с культурой, общаться с детьми, познавать друг друга, познавать мир, познавать культуру, развитие этой культуры. Поэтому это очень знаково, это очень важно, поскольку культура всегда стояла у истоков развития. Открытие новых имен, обмен опытом, тиражирование лучших творческих практик. Цели фестиваля не ограничиваются только этим. Речь идет о дружбе разных народов, а это дорогого стоит. У нас с Чувашей взаимоотношения налаживаются очень большие. Они и были, но надеемся на развитие, поскольку отделение посольства Республики Беларусь, которое находится в Казани, оно курирует и Чувашскую республику. Поэтому мы надеемся на развитие вот этого сотрудничества. На сцене дуэт «Ружа-Кветка» звучат белорусские народные песни. Конкурсы, они дают возможность детям раскрыть свой естественный потенциал, талант. И невозможно, наверное, не представить творческую деятельность без конкурсов. А главное, хорошее настроение. Калейдоскоп ярких нарядов национальной музыки, фестиваль «Соловушки» вышел на новый профессиональный уровень. Еще одно его отличие – многожанровость. На сцене звучало вокальное пение ансамбли хоро. Наталья Мальчикова, Борис Андреев, Республика.